Вкусно готовить, но и хорошо фотографировать. Любовь к кулинарии у молодой мамы проснулась с рождением первой дочери Варюши. Она признается, что до этого готовить совсем не умела. Вика поделилась двумя способами приготовления блинов – наших русских традиционных и американских панкейков. Мы сегодня испечем традиционные русские блины и испечем традиционные американские блины, которые называются панкейки. Многие заблуждаются и считают, что панкейки – это модное название для оладьев, но на самом деле это совершенно разные блюда. Потому что у них абсолютно разные технологии приготовления по вкусу и по внешнему виду, на самом деле они абсолютно разные. Значит, мы начнем с панкейков. Самой младшенькой Насте 9 месяцев. Пока она еще не может вместе с мамой замешивать тесто, но ей на помощь приходит старшая сестра, которой на днях исполнится 6 лет. Варя просто обожает мамины блины с бабушкиным вареньем. Да, панкейки очень вкусные, но все-таки наши блины вкуснее. Я увлеклась сначала выпечкой тортов, пирожных, отучилась на кондитера в первом декрете. Но потом даже пекла торты на заказ. А сейчас во втором декрете я уже расширила свой функционал и выкладываю видеоролики, как готовить вообще все-все блюда от супов до десертов. Блины и панкейки удались на славу. Секрет хозяйки – прост. Хорошая сковородка с антипригарным покрытием, удобная лопатка для переворачивания и качественные ингредиенты. От ведов домашних блинов мы отправились в Голицынский детский сад, чтобы посмотреть, как там отмечают Масленицу. Детскому саду номер 20 в 2020 году исполняется 55 лет. Заведующая уверена, что это удачное сочетание цифр. С комарохи, медведь, ростовые куклы, самовар и девица-красавица развлекали детвору. В этом детском саду все праздники особенные. В коллективе очень много талантливых педагогов, которые стараются для детей наполнить каждый день прожитый в детском саду радостью, чем-то интересным, познавательным, чтобы было весело и интересно каждому ребенку. И нам везет каждый год на родителей. Они становятся нашими союзниками, нашими помощниками, вовлекаются, подхватывают любую идею, которую мы и заносим. В этом году, помимо традиционных конкурсов и забав, руководство детского сада пригласило на праздник необычного четвероногого гостя – пони. Первыми с ветерком прокатились самые маленькие воспитанники. Те, кто уже успел проголодаться, выстраивались у стола с угощениями. Ароматный чай, бублики, баранки, блины, конфеты. От такого разнообразия у детей разбегались глаза. У нас, конечно, еще все впереди, но впереди нас ждет самое вкусное и самое веселое – это катание на лошадях и вкусный чай с блинами. Поздравляем мы всех с Масленицей! Провожая зиму, веселились все от души. Кто-то согревался чаем с блинами, кто-то активными играми, а кто-то – танцами. Мила Тросевич, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов. Телекомпания «Одинцова».